Канда, который отвечает за голос внутреннего ощущения Давайте попробуем почувствовать, что это такое Рука прячется правой, правой руке Выходит, левая рука выбирается И мы смотрим снова левую руку Можно так остаться, а можно потихоньку двинуться правой ногой вперед Встал не в моготу, чуть-чуть приподнимитесь Здесь уж сильно себя невинобительно У кого получается все это легко, какое тело позволяет Левая рука за носом, плюс правая нога не поднимается И правая муха чувствует пространство в ногах Это может сколько угодно быть высоко На самом деле все это еще сложнее, а совсем не выцел Улучшается работа легких и желчного зелья Улучшается работа наших дали Органов зрения и слуха Комплексных действий Под правой ногой придется Дальше мы начинаем приподниматься Правая рука хотя бы за ягодицу захватываем Левая рука, носок, левая на себя Смотрим в сторону Кому этого мало, как лучше, товарищу Пробуй взяться и замочиться Вы не можете хотя бы иметь крючок Захват за ягодицу Смотрим в плане числа Либо на тайге У кого получается хорошо и глубоко Из-за спины левая рука собирается На правом запястье Кончики пальцев правого рука Потом захват отдаются У кого совсем трудные ноги В меру доступного для вас Тихонечку мы вышли Положили так Дальше, пожалуйста, посмотрите Просто посмотрите Сильные молодые люди, к тому же гибкие Что встречается крайне редко Как правило, и не сильные, и не гибкие Пробуют сделать Сейчас покажу То есть так, так Дальше Раз И сначала левая рука прижата к плоскости Потом она отставляется в сторону Вот Затем она ставится на предплечье Потом ноги носочками тянутся Потом идет вот такая фиксация Либо вот такая фиксация между головами Но это тяжело Можно хотя бы попробовать вот такую фазу Посмотрите Раз Два И правый локоть наступает в рычага Три Здесь Сила особо не нужна За счет прижатия Руки к себе Но это будут единицы Кто попробует это попробовать Либо все это Просто знайте, что такое есть Ну, со временем это делается Так А потом Выносим Вот Луки Давайте попробуем что-то хотя бы наметить Левая надо Правая Правая Там локоть Заправился Руки укрались Не планились вперед Для кого-то это будет правильно Уже пойдет Воздействие хорошее Это ягодицы Вам тут попробовать Давайте чуть выше и дальше Здесь секрет в нем удобный Называется поза Ашталакра Ашталакра был йогин больной болью и литом И он его излечил посредством вот этой штуки Чего же говорить про современного гнома писательца Это Андрей Лапки из Йонкинской Федерации Йоги читает лекцию На конференции В Америке Говорит Ну индусы они как правило пластичные и гибкие Но слабые Европеоиды Они более крепкие Но не пластичные Американцы спрашивают А вот если мы и не пластичные и не гибкие То мы лучше их всех Ноги хорошо Смещаемся налево Он говорит Нет вы заблуждаетесь Лучше всего украинцы Ха-ха-ха 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 Стало быть кому больно вот так сидеть Уже так идет У кого большие промышленно мышцы Как себе облегчить задачу Можно ли эту подтянуть И две стилы перевести на плани Мягко подавать себя в области Посидеть так Потом успокоиться Понять что это со временем придет Допустим не на моем семинаре Вы будете сильно отозревать И вот в этом положении все делаете остальное Если получается все это дело хорошо То левую ногу Либо упираем в плотную верну Тогда получится 90 градусов Либо Кладем сюда Помним что коленки Они колечатся быстро А восстанавливаются В течении нескольких лет Они низкие Они практически Вообще трудно расстроены Поэтому Если посмотрели Что ага Далеко до акула Нужно это делать в более теплое помещение Может быть в целом И вернули в эту кровь Либо оставили Но на ваше личное усмотрение Аккуратно мы с вами пойдем Между бедер наклоняться Руки уперли Либо Либо Символический наклон головы Либо Мягкое стекание Плюс вперед Я нисколько не сомневаюсь Что некоторые Могут это все сделать И в полном лотосе Но Формат семинаров Такие сложные техники Влага Можете сложить Полную подмаз Подергивать все В первую подмаз Приподнимаемся Аккуратно смещаемся Вдоль левого ведра Руки Обравляем Смотрите сначала Либо Чуть-чуть Либо Раз Два Локти Обрамляем Подбородок Вверх Правые плечи Правые Еще и шеи Из того, что было Потихонечку Приподнялись Лотушками Запыли коленные Чашечки Либо Чуть-чуть Либо еще Добавляем Вытягивание Позвоночника Голову Голову Смесили Остались Потихоньку Тянемся выше Самая сложная часть Для кого-то Руки Либо просто Нос Управляется Вот так Тихоньку Либо Пойду глубже Либо Вправо Либо Либо Приподнимаемся Влечье Вверх Назад Чуть дольше фиксируют На самом деле Но если теплее Если это Самостоятельно Практикует Либо Просто я вам даю информацию Например Модель Дальше Посмотрите Либо Повторяется Вот такая Давление Коленки Либо 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 Разворачиваются Либо 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 потихонечку притягиваемся плечи лято назад сейчас я вам покажу технику, которая постепенно начинает все эти штуки заменять собой со временем практика делается очень короткой, мощной целостной со своими памятниками и трепозами все хорошо проработает вызывается полный вариант младсцентр вот таким образом а со временем идет оттуда вверх и вверх вот так ну, для этого нужно когда-нибудь дорасти а сегодня мы так потихонечку попробуем встать на коленке вот так вот так если стоит очень больно милую ногу просто пойдем сюда так либо параллельно передумать на коленке либо на битве ну, кто может себе позволить нога на носочек но очень аккуратно вот так если это есть вот так ну, есть она не у многих в общем, стало быть, я так сразу покажу вот так вот она ну, когда-нибудь начинает приемлемо но, здесь вот если левая нога сверху то правая нога направляется наполняется наполняется и уже в городе начинает закручиваться слабо в друг в друг если всего этого нет попробовали это наметить ну, либо мы делаем в таком формате левая нога ближе к телу правая нога ложилась вверх идет движение раз пошла правая нога раз пошла и левая нога можно сделать вот такую можно указать большим пальцем левые руки зацепиться за большим пальцем и сложить такую на пути межбролик ну, на первых этапах пытаются взяться вот так хотя бы за пальцем пальцем аккуратно провели себя на лево синий повели себя на голову синий локти вниз сейчас нам ногу чуть-чуть повыше поднять и попробуем сместиться на основание пальцев если это будет, опять же, куда неучительно и неудобно для медицинга делается вот такой вариант просто сидят у копчика на пятке и эта нога стоит на кончике пальца это в легченном более легкую здесь не усмотрено яхнически правильно и мы пытаемся вот в таком положении либо нога в ближайшем кодосе и пятка пытается ничем и смотрим и по своему имену пятка и 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 Когда этого нет, надо одного способа делать, чтобы добиться похожего эффекта. Мы прикоснемся с нами. Либо правая плав лежит к ножкам, и пятка упирается к промежности. Мужчина это под мошон, основание правой ноги. Левая нога, либо ахиллесовое сухожилие, фиксирует правую женщину, вот в лагающей сухожилии. Это не сухо асана основанная, здесь вот эта нога, она работает своего рода рычагом для упора. Если совсем с бедрами проблема, то здесь большую подошку плавают, здесь под копчик тоже подошечку. Либо четыре пальца между пронужной мышцей и ведром загоняют. Левая нога вправо загоняется. А если хорошая растяжка, то еще вправо большим пальцем. Получается вот такое замыкание. Мы хваливаемся. Вот уже свальстик раз. Либо сихра, она там, нога остается, фиксируется. Здесь все это тяжело и непонятно, недостаточно болезненно и непривычно. Но можно просто пригрестить ноги, сесть так. Либо с кончиками пальца правой ноги. Попробуйте сесть вот так, но не широко. Сами управляйте. Посмотрите, что мы будем делать с нашими пальцами сейчас. На левой руке вот такое положение. Мягкий. И пальцы не сильно цитируем на себя, слегка. Потом, со временем, она может выходить вот так. Но когда уже проработаешь себя. Либо более жесткий вариант. Кольцо оказывается в ведро. Сзади. Вот так. Замплот. Это совсем плотный вариант. Но поначалу из лишних напряжений не нужно. Здесь нужно сознание успокаивать. Это уже, скажем так, упаковка распределения. На правой руке подушечка безымянного накладывается на петельную фалангу мизинца. И два пальца, это указательно большое, остаются и выделены. Вот эти два пальца, они отпереносятся, как взят клей между бровей, и находят чувствительное углубление. Это чуть-чуть выше линия бровей. Левую руку освонок. Пощупали, помастировали правую руку мисту в сторону. Теперь, пожалуйста, посмотрите, как работает тело. То есть, на первых этапах, поэтическим текстам, которые в основном встречались в перепечатках самоздата, отрабатывается, будешь, новое дыхание, грудное, ключичное. Это, на самом деле, отрабатывается, когда прорабатываются энергетические центры. То есть, по сути, в физиологии лучше прорабатывать вакуумные втягиваниями живота, либо простыхиваниями растираниями клетки и задержками на вдохе. Ну, сейчас я просто вам покажу. Либо униярно-дыхание, либо вдох. Вот такими делами. Либо ключичное дыхание, оно прорабатывается пальцами с замыканием. Вот такими. И здесь лучше джалархарабан. Когда он дышит в парнояме, акцент, концентрация внимания, область мечевидного отростка, это где? Диафрагма становится грудная клетка. Эта точка чуть-чуть выносится вперед, у нее словно два крыла в первую сторону. Плечи чуть-чуть поднимаются, в самой малости. Вне живота автоматически подтягивается. Вот здесь легкая гулабанка, легкая поджать. Тогда легкие по всему объему определяются, дыхание идет естественно. Послушайте, что мы будем делать. У нас будет растянутый вдох через правую сторону, глаза скользят от правого плеча к межброви. Выдох через обе глаза, естественно, на нем не акцентировать внимания. Потом вдох. Глаза к левому плечу вверх. Глаза перемещаются по нижней стороне ключицы и вверх. Вниз по нижней стороне ключицы и вверх. Растягивание на вдохе – это возникает физиологический эффект плаща. Когда человек плачет, делает много раз много вдохов. Когда человек делает много вдохов, тело начинает наполняться энергией. И возникает кратковременный прилив жизненной силы. Ну так мы сейчас с вами плакать не собираемся, не собираемся делать ступенчатый много вдохов. А просто попробуем порастягивать. Возникнет эффект заполнения силы. Ну скажем, кристальную чистость, ясность, одновременно бодрость и сильнее всего тела. Ну буквально гудящего или привыщего. Ну давайте попробуем, в общем, что давайте. Руку придерли. Включаясь в моем комментарии, в пульсе стоит. Делаем выдох сразу через судьбу. Вдох через правую. Вдох через судьбу. 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 Глаза идут к точке между бровей, куда пальцы дают. Выдох на середине руки. Замыкаем правую мазку, глаза на левую точку. Вдох. Выдох на середине руки. Дальше либо в таком формате, либо считайте про себя на вдохе до шести, либо до восьми, либо до одиннадцати, либо до шестнадцати, либо до двадцати одного. Если вы были слишком иные, лучше сбавьте. Действуйте за плавностью. Опять же, если получается хорошо, то уже не ключицы чувствуют, а сквозь пространство глазами ощущают коленку, и пространство в одном коленке с одной стороны. Коленку и пространство в одном коленке с другой стороны. Продолжаем дышать. Попробуйте в своем вдохе услышать звук сол. Это такой не горловой звук, а такой связочный. А на выдохе, и М оно не артикулируется, а просто за счет смыкания руки. Это тот, это я. Даже здесь есть окружающий мир, его децидентная основа, первоосновы. Ну, можно говорить, просто не искать претизлованного народа и самого себя. После очередного выдоха. Только после очередного выдоха. Одного выдоха. Правый. Выносим. Два-три. Спокойно вдох. Как правило, в этом положении сидят столько же, сколько дышать. Дышать на перемену. Сейчас мы будем противорку заканчиваем. Пальцы расплетаются, основанием души закрывают глаза. Сматриваемся в темноту. Запоминаем еще эту темноту. Сейчас мы этой темнотой, которая полна различного рода вспышек, пятнышек, будем умываться. Руки проводим вверх, в затылку, в горку, к животному, в облазке почек, коленком, ногами. Так. Сейчас мы сделаем очень короткий вариант шаласана, но перед ним короткий разогрев. Потому что, чтобы мы, так скажем, лучше свое тело ощутили и почувствовали, что оно снимает напряжение. К сожалению, мы вторую часть комплекса, а комплекс выполняется, когда выполняется симметрично, мы сделали только одно устройство. Но хотя бы общее представление получили, получили. Сейчас просто нет возможности делать еще и лучшее одно тело. Есть это на дисках, есть это будет на видео, что-то забыли, что-то отложилось. Если ничего не отложилось, ну это, как я уже говорил, уже скорее о вашем, чем о моем свидетельстве. Посмотрите, просто посмотрите, как ложатся в шаласане.